Как ты сегодня оцениваешь те события, которые были 30 лет назад, вплоть до развала Советского Союза и вообще того, что произошло в августе? Ну, во-первых, то, что Советский Союз развалился, это замечательно. Что произошло 30 лет назад, это вообще все то время, это лучшие дни моей жизни. Я дышал воздухом свободы, а для меня свобода – это, в общем, одна из самых главных ценностей в жизни. Я мог делать все, что хочу, опять же, не нарушая свободу другого человека, понятно, но вот у меня была такая свобода, что я мог что-то придумать и это дело, свою идею реализовать. И это классное чувство, это такой кайф замечательный, это очень здорово. Прекрасно помню самого себя. Я, на самом деле, вот к августу 1991-го был вполне себе последовательным сторонником сохранения Союза, ровно потому, что я уже тогда понимал, что экономически выгоднее, чем больше государства, тем выгоднее в нем находиться. И это и безопаснее, и надежнее, и рынок гораздо больше. То есть уже вот до этого понимание это дорос. Но когда все это произошло, я увидел танки, знаете, у меня был забавный диалог в центре Москвы. Остановился дальнобойщик, судя по говору, украинец. Типа, хлопцы, а что у вас тут такое происходит? Вот, и я просто помню, что я ему ответил. Я ему ответил, брателло, ты вали скорее к себе, поднимай твоих, отсоединяйтесь нахрен от нас. Потому, что если нас сегодня тут задавят танками... То есть вот у меня был очень четкий тогда, вот я помню, в мозгах переход ровно за это утро, произошедшее. Победа на ГКЧП явилась, несомненно, положительным результатом. И, в общем, предотвратила много всяких бедствий, которые бы, несомненно, на страну обрушились в случае победы ГКЧП. Мы, конечно, должны все понимать, чем это дело обернулось спустя десятилетия. И как та победа была растиражирована, как та победа растворилась в большом количестве поражений, уступок, компромиссов. И, в общем, ничтожных решений, которые и привели в конечном итоге к той ситуации, в которой нынче находится страна. Эти события для тогдашней власти открыли совершенно новую страницу. Что люди, вот простые люди, обычные граждане, ну, социально ответственные люди, активные, могут быть реальными, я прошу прощения за повсюду, реальными вершителями судьбы страны. Совершенно точно ГКЧП не предполагало, что тысячи, а в какой-то момент десятки тысяч людей выйдут на улицу, причем рискуя жизнью. Вот сейчас иногда раздаются такие разговоры о том, что это был спектакль, что на самом деле там никакого штурма не предполагалось. Вот я, как человек, который две ночи провел тогда у Белого дома, и вот вторая ночь, когда трассирующие пули свистели над Садовым кольцом, мы совершенно всерьез понимали, что вот сейчас будет штурм, и у меня один сотрудник вообще ушел с ума, в физическом смысле этого слова. Люди, безусловно, рисковали, я даже не говорю о каких-то возможных последствиях в виде увольнения, и вот это было, пожалуй, впервые, по крайней мере за много десятилетий, когда российский народ, ну тогда советский народ, значит, осознал, что он имеет право голоса, и что его голос будет услышан. И мне кажется, на какое-то время это вообще поменяло все отношения в обществе. Люди действительно стали активными участниками событий, активными участниками истории. Сейчас, к сожалению, ситуация разворачивается в обратную сторону, вот, но тогда, тогда это было, конечно, потрясающе. С одной стороны, Владимир Путин, наследник ГКЧП, просто в силу того, что он проводит ровно ту самую политику, которую, возможно, стало бы проводить ГКЧП, потому что те лозунги, под которыми они выходили, это ровно его лозунги, это его повестка. Они были против развала СССР, а Путин называет развал СССР крупнейшей геополитической катастрофой. Они были против реформ, а мы уже понимаем, что для Путина любые демократические реформы – это смерть. Он весь свой срок посвятил тому, чтобы уничтожить все эти независимые институты и зачатки той демократизации, которые только-только стали набирать силу в России. Это с одной стороны. Но с другой стороны, мы также понимаем, что не было бы никакого Путина, если победил ГКЧП. Путин, собственно, порождение именно Ельцинской эпохи. Ему этот чемоданчик передали прямо из рук в руки. И в этом есть некая сложность восприятия. Для них вот это все ГКЧП – это люди бессмысленные. Они к ним относятся брезгливо, потому что они не смогли. Они какие-то неумехи, они слабые, они побоялись крови, они нерешительные. Это очень хорошо видно по интервью, например, главы Росгвардии Золотова, где он говорит, что вообще-то штурмовать Белый дом – там была проблема минут на 15-20. Вот в этих словах квазит очевидным образом явное непонимание вообще процессов. Дело не в том, сколько времени нужно было на штурм. Дело в том, что когда значительные массы людей выходят на улицы и не соглашаются с тем, чтобы отдать страну в руки карателей, и возникает ситуация, при которой генерал Лебедь переходит на сторону народа, а Альфа отказывается штурмовать Белый дом и так далее, и так далее. Почему победа демократических сил в 1991 году привела к тому, что у нас есть сейчас, в 2021? Ну, слушайте, это нельзя назвать какую-то одну причину, которая привела к нынешней ситуации. Тут виноватых искать можно, да мы и сами виноваты, говорят, упустили, что-то неправильно сделали, надо было то сделать, надо было сё сделать. Но история как шла, так она и идёт. Вообще история развивается как? Если ты бросишь, например, какую-нибудь пылинку, бросишь среди каких-то насекомых, вот они начинают эту пылинку туда-сюда таскать. Вот с какой стороны будет большее давление, она в ту сторону и пойдёт. И вот в истории примерно то же самое, я так себе это представляю, что вот какие-то силы в какой-то момент вот создалось такое направление, такое влияние на эту историю, на эти исторические события, что вот история пошла вот по этому вектору развиваться, вот по этому направлению. Само по себе противостояние народа, которое им не поимело места тогда, в августе, вот этому внезапному рецидиву авторитарной власти, это было совершенно восхитительное нечто. То есть я вот этой серии, да, я помню, я горжусь. И это без всякой иронии. Что было сделано, наверное, не так за 90-е годы, что обернулось вот тем, что мы видим сейчас? Во-первых, события ГКЧП, собственно, вбили последний гвоздь в гроб СССР. Вот сразу после этих событий большинство республик заявили о своём выходе из СССР, и дальше это просто была агония. То есть я уже тогда был убеждён, что СССР обречён, но тем не менее был какой-то шанс его сохранить там в форме некоторой мягкой конфедерации или какого-то иного союза, но вот после этого стало ясно, что СССР обречён, и повторяю дальше, что это была просто уже агония смертельно больного человека. То наследство, которое мы получили, а я вот как раз пришёл в правительство в ноябре 1991 года, это была просто ситуация катастрофы. Коллапс экономики, коллапс потребительского рынка, коллапс финансов, полный развал государственной машины после развала СССР. Понятно, что те реформы, которые тогда проводились, они могли быть лёгкими, и они не могли не быть крайне болезненными для граждан, потому что накопился этот гигантский отрицательный шлейф экономического развала за последние годы СССР, который нельзя было вот так вот, по щелчку пальца, волшебников не было в стране, и не бывает никогда, к сожалению. Поэтому, конечно, реформы были очень тяжёлые, конечно, у многих наступило разочарование. Тем не менее, большинство людей на референдуме 1993 года, который был честным, удивительное дело, тогда были честные референдумы, и честно считали голоса, большинство людей проголосовало, в том числе за экономическую политику президента и правительства, вот за тяжелейшие реформы. Тем не менее, конечно, усталость, разочарование у людей появились. И дальше было уже много локальных ошибок, откатов, вот этот вот тяжелейший экономический кризис, следствие многих ошибок 1998 года. Понятно, что многие люди, они затосковали по порядку, стабильности, предсказуемости, нормальному уровню жизни, когда пришёл человек, который сказал, вот, ну, как будет колбаса? А тут ещё, а ему ещё подфартило, ещё палился вот золотой дочь нефтедолларов. Когда действительно в какой-то момент всё стало лучше, и появились деньги, и для армии немножко, и для пенсионеров немножко, для социальной сферы значительную часть граждан, надо быть объективным, они разменяли свободу на колбасу. Мы как-то уже разогнались на мысль о свободе, нам уже объяснили, что свобода вообще-то хорошо, это нормально, и вдруг кто-то там резко дёрнул вожжами, естественно, на эмоциях вот мы вышли, сделали то, что мы сделали, но после этого как-то нам не хватило ответственности перед самими собой, подумать о том, что будет дальше, и как оно должно развиваться. Ну, собственно, мы и не знали, как оно будет дальше. Нам казалось, я просто очень хорошо помню вот утро, когда мы уходили, 22-е, по-моему, августу, когда был рок на баррикадах, вот это всё. То есть это было абсолютно безоблачное небо, такое синее-синее. И вот я очень остро помню своё ощущение, я шёл, я понимал, победа, всё, дальше всё будет хорошо, свобода. Прежде всего надо говорить о той технологии престола наследия, которая в конечном итоге была применена. Люди, которые приводили Путина к власти, они вовсе не рассчитывали на то, что всё так обернётся. Им до последнего момента казалось, что Путин останется управляемым, то внутренней политикой они будут рулить. Я прежде всего говорю, разумеется, о той политической группе, которая называется «Семья». Это Юмашев, это Волошин, это Дьяченко, Березовский отчасти. Вот этим людям казалось, что они сохранят контроль до последнего момента и навсегда. Выбрал вот такого серенького незаметного силовика, которому, конечно, дадут какие-нибудь бирюльки, каких-нибудь там тоже силовиков, армию там, а всеми основными вопросами будут заниматься они. Это была опаснейшая иллюзия, которая прежде всего объясняется безответственностью и некомпетентностью этих людей. И они привели к власти ту группу людей, которая в 90-е на самом деле находилась в загоне. Я имею в виду контору, КГБ. Эти люди, как профессиональное сообщество, были фактически разгромлены. Они ютились по приемам олигархов. Для полковника КГБ в середине 90-х 10 тысяч долларов в месяц была огромная зарплата. Они еще ничего не умели крышевать как следует. И вот эту группу семья привела к власти. Ни о каком демократическом пути тут речи быть не может. Наверное, на выборах 2000 года Путин победил честно. В том смысле, что никто голосов ему не приписывал. Но та предвыборная технология, которая была применена, я имею в виду, прежде всего, взрывы домов и Вторая Чеченская война, вот же, что послужило триггером такого мощного роста рейтинга Владимира Путина. Война. Поэтому сегодня говорить о том, что наследники НГКЧП, да это другое все. Уже нет этого трясущегося Янаева несчастного, этого всегда пьяного Павлова. Другие люди пришли, отстроились, взяли себя в руки и, в общем, тут начали выстраивать ту систему государственного управления, которое, как они думают, позволит им править вещи. Я бы начал с люстрации. Люди должны были признаться, вот если ты, ну, открыть, во-первых, архивы КГБшные и всех-всех-всех людей, которые, во-первых, были сотрудниками КГБ, да, они пускай работают где-то, но не лезут. Потом, кроме этого, я бы не разогнал бы, а я бы устроил новые выборы на съезд народных депутатов РСФСР. Вроде бы все вот эти депутаты, они поддержали, ну и что, что поддержали? Страна другая. Россия получила независимость в 90-м году, август 91-го года. Тогда бы на честных выборах часть людей бы осталась, а часть людей пришли новые. Ну, все бы пошло по-другому. Не жалеете ли вы, вот в том числе, что как-то, может быть, не повлияли на других своих знакомых в правительстве и вообще там в Думе, что не провели все-таки декоммунизацию, иллюстрацию не провели, и вообще Ленина не похоронили вот как-то за 10 лет? Просто страны, которые это сделали, их уровень жизни значительно вырос, и они сейчас не скатились в это коммунистическое прошлое? Верная тема и хороший вопрос. Была попытка суда над КПСС, но она в какой-то момент зашла в тупик, и Ельцин потерял к ней интерес. Тогда много разговоров, иллюстрации. Я прекрасно помню, я еще был в правительстве, меня пригласили от правительства на съезд Демроссии, и там погибшая Галина Старовойтова всерьез ставила, как сейчас много вопросов, вопрос оллюстрации. Но Борис Николаевич, при всем моем гигантском к нему уважении, он тогда просто не захотел еще дополнительно будоражить народ. Тяжелейшие реформы для населения, объективно тяжелейшие, их нельзя было сделать иначе, это не следствие каких-то там фатальных ошибок, это просто следствие накопившей ситуации, накопившейся проблем. Но ему не хотелось дополнительно будоражить народ, поэтому отменили тему иллюстрации, сняли с повестки дня тему вынуса Ленина. Истинные коммунисты еще остались, там не в лице Геннадия Андреевича, но они были. Но если говорить о самой главной ошибке, с моей точки зрения, того же Бориса Николаевича, он отказался от идеи создания сильной пропрезидентской прореформенной партии. Вот если бы он это сделал, мы бы жили сейчас в другой стране. Я понимаю его психологию в этом смысле. Он был всенародный избранный президент, с гигантской, фантастической, не снившейся никому популярностью, когда вот его избирали президентом. Надо отдать ему должное, он положил вот эту свою популярность на алтарь тяжелых реформ, и ко вторым выборам в значительной степени была растрачена. Но тогда, вот 91, 92, 93 годы, он ощущал себя, ну, таким отцом нации. Ему не хотелось ассоциировать себя с какой-то конкретной политической силой. Поэтому была создана партия, там, демократический выбор России, которую возглавил Гайдар, но она не была пропрезидентской партией. Если бы такая партия была создана, я уверен, что она победила бы на выборах, тогда не было бы огромного количества ошибок, которые были сделаны в середине 90-х. В чем отличие российской ситуации, скажем, от ситуации в Восточной Европе? Там всегда был консенсус элит относительно реформ. У нас с первого дня практически было противостояние правительству и президента, и Верховного Совета. Потом прокоммунистическая дума, которая, значит, печатала, как горячие блины популистские законы, политически слабое правительство не могло и противостоять. Дальше построили эту пирамиду ГКО, которая, как все финансовые пирамиды, рано или поздно рухнула, похоронив под собой и уровень жизни, и надежды многих людей. Если бы этого не было, если была бы сильная прореформенная партия, и было бы единство парламента и исполнительной власти, то, конечно, события в стране развивались бы по-другому, и сейчас бы мы бы жили в другой стране. Я считаю, что власть очень быстро, реальную власть, взяли те ребята, которые понимали, каким местом падает бутерброд, с какого конца его надо есть, а все эти ребята до одного были членами КПСС в недалеком прошлом, понимали, как работает власть, ну и более того, мне представляется, что, собственно, 98-й год, это вообще был такой, чуть ли не экономически, конечно, там сложились обстоятельства, действительно тяжело, но некие внутренние силы подыграли, чтобы обеспечить реванш чиновничества, а чиновничество все-таки было правящим классом в Советском Союзе, и в 98-м году, когда все старые связи порвались, и на какой-то момент представители бизнеса утратили возможность подкармливать тех чиновников, которые были у них на содержании, произошла такая контрреволюция, и уже если раньше бизнесмен звал чиновника в ресторан, и говорил, Иван Иванович, человек-то хороший, а зарплата у тебя маленькая, давай-ка я буду помогать тебе немножко, а ты будешь мне немножко помогать, в 98-м году все это поменялось, уже чиновник, заматеревший, звал к себе бизнесмен, и говорил, значит так, Иван Иванович, ты тут что-то мне задолжал, вот давай так, мой сын входит к тебе акционером, дочка моя к тебе главбухом идет, а если ты за раз будешь против, то завтра твое предприятие вообще не будет. Это то, что произошло в 98-м. Поэтому говорить о том, что какие-то либеральные, высоколобые мыслители чем-то руководили, ну я бы не стал. Нужно было создать ситуацию, при которой власть была бы уже настолько подконтрольна обществу, что невозможно было просто взять и начать по-новому бомбить Грозный, при котором спецслужбы не могли бы безнаказанно делать все, что угодно. Помните то время, когда преемником Ельцина назывался Немцов? А потом случился скандал внутривластной группировки. Эти самые младореформаторы оказались неуделы, всех поувольняли, они проиграли эту битву. Когда встал вопрос о наследовании Ельцину, младореформаторы уже не рассматривались. Они потеряли все свое влияние, и Чубайс, и Гайдар, и тот же Немцов. И тогда уже выдвигались другие кандидатуры. Тут можно говорить о том, что Ельцин был слаб, что семья больше была занята выстраиванием собственных гарантий на десятилетия вперед, а не гарантией того, что страна будет двигаться в демократическом направлении. Все это, в конечном итоге, привело к тому, что мы имеем сегодня, когда непонятно уже, как из этого выбираться. Почему же все-таки за эти 10 лет так и не провели ни системную декоммунизацию, ни иллюстрацию, за которую... Потому что остались у власти люди, которым это было невыгодно. Во-первых, началось сращивание крупного капитала, людей с большими деньгами, с высшим чиновничеством. И те, и другие почувствовали друг в друге родственную душу. Они как вот ключик к замку так подошли и подумали, что, ребята, а нам не надо вообще друг от друга далеко отходить, да? Вот мы очень хорошо друг к другу подходим. Вы нам даете денежки, а значит, мы принимаем нужные вам законы. А мы вам даем денежки, а вы принимаете нужные нам законы. И так далее, и так далее. Вот в этом все. Это Гайдар еще, Егор Тимурович покойный, писал об этом. Я не знаю, какие другие есть варианты. Пока да, пока это декоммунизация. И пока это иллюстрация. Конечно, группа, которая придет к власти, надеюсь, это скоро будет, эти люди должны сесть и выработать вот самые неотложные, первые неотложные действия. Люди все-таки вышли на улицы, вышли массово, поверили в себя. Чего не хватает сейчас вот для наших людей, для того, чтобы вновь выходить, пробовать что-то менять. Ведь ситуация, по сути, аналогична. Защищать Белый дом вышли честь им и хвала, поскольку я был в их числе. Десятки тысяч людей. Это демократическое меньшинство. Которого хватило все-таки для изменения. Которого хватило для того, чтобы испугать околокремлевских стартов, которые вообще не знали, что такое возможно, что люди будут своими телами, своей жизнью защищать своего всенародно избранного предель. Для них это был шок, и маршал Язов отказался дать приказ стрелять, а Альфа отказался идти на шторм, как мы знаем. Но это было демократическое меньшинство. Но оно тогда наложилось на протест гигантского большинства в силу фантастических, тяжелых экономических условий. Ситуация, повторяю, развала потребительского рынка тотального. Вот ваше поколение не может это представить себе. Когда я в день моего назначения в правительство приехал из Белого дома, вечером зашел к гастрономию на Садовом кольце, где я жил, там не было ничего, в гигантском государстве не было ничего, кроме баночек с аджикой. Почему я пошел? Ну, потому что я уже и при Советском Союзе примерно понимал, чем плох тоталитарный режим, и мне не нравилось. Мне было душно. Я недавно нашел свой дневник детский, вот той поры, когда я еще школьником был. Это 80-е примерно годы. Там конкретно прям так и написано, что душно, дышать нечем. То есть я это очень остро ощущал, будучи подростком. Поэтому, да, я всегда хотел свободы. Почему же тогда вот вы и другие люди, вот вы вышли массово, вы смогли победить. Это было огромное количество людей, выступающих за свободу. Ну, не такое огромное. Несколько десятков тысяч это было. У Белого дома было всего несколько десятков тысяч. Причем народ был очень разный. Очень разный. А почему сейчас, ну... А почему тогда вот несколько десятков тысяч удалось победить? И почему сейчас людям... Потому что объективные социально-экономические условия сложились так, что народ не хотел в тот момент возврата жесткого авторитаризма. Народ не хотел танков и войск на улице. Народ хотел свободы. Другое дело, что народ в тот момент не осознавал, что свобода приходит на Гая. И что свобода означает, что ты теперь сам отвечаешь за свое и свои семьи благополучие. И вот тут, да, тут я считаю, что власти должны были повести себя максимально социальным образом. И помочь народу преодолеть вот этот тяжелый этап. Потому что когда вас 70 лет отучают от самостоятельных действий, а потом вдруг говорят, можно. Ну, кто-то воспринимает это с радостью, как я. Для меня 90-е годы это все-таки, несмотря на все риски, которые тогда были, на все трудности. Там тоже было иногда и бедно поначалу, и голодно. Вот. И иногда действительно там можно было и башку потерять. Там средние 90-е. А все равно для меня это ощущение свободы. Ну, потому что я как-то вот к этому моменту подошел с одной стороны еще без детей, и я за детей еще не отвечал, был достаточно свободен в действиях. С другой стороны, ну, я к этому времени был матерым командиром стройотрядов уже. То есть я имел вполне себе опыт руководства людьми, взаимодействия с какими-то организациями. То есть я абсолютно не боялся того, чего нам предложили. Я это воспринял. А слабо вам поиграть по новым правилам? Кому слабо? Мне слабо. Вот сейчас мы в подобной ситуации. Ну, тогда люди смогли выйти на улицы, смогли отстоять свои права и свою свободу. А сейчас мы почему-то этого сделать не можем. Вот почему так? И вообще за что выходили вот вы все 30 лет назад? Мы выходили за то, что у нас... Ну, это все равно, что представьте себе, что ты нашла клад, и вдруг появляется какой-то человек, который говорит, слушай, нет, это клад, это вообще... Ну-ка, давай-ка это вот моим пацанам. Это мы должны этот клад сейчас прибрать к рукам и должны его распределить. В общем, тебе ничего не достанется. Ну, это вот люди нашли клад. Мало кто тогда участвовал вот в том, чем мы занимались. Были всякие неформальные объединения, вот мы хотели каких-то преобразований в стране свободы и так далее, и так далее. И вдруг это на нас свалилось, да, вот неожиданно. Ну, хотя сейчас вот говорят всякие историки, что да, вы молодцы, это вы это приближали. Скорее всего, наверное, они правы, и, наверное, мы что-нибудь приближали. Мы не ожидали, что это будет так скоро. И вдруг приходят какие-то люди и говорят, нет, а теперь все взад. И люди, конечно, вышли защищать свое кровное. То, что вот, как они считали, им теперь принадлежит по праву. Я вот получил возможность читать или смотреть все, что я хочу, и то, что раньше было под запретом. Я имею право говорить то, что я думаю, и мне рассказывают правду. Я имею право знать правду, что происходит в стране, в мире и так далее. И вдруг у тебя это забирают. Мы не знаем, почему так происходит. Где-то выходят, где-то нет. Если кому-то кажется, что в 2011-2012 году в Москве выходили толпы народов, то это не так. Когда в 2013 году Навальный после выборов мэрских, да, собрал на Болотный митинг, и туда пришло 30 тысяч человек, и мы стояли там за сцену, и я ему сказал, Леша, вот вся компания была, вот за тебя проголосовало почти 800 тысяч человек. Вся компания должна была быть направлена на то, чтобы хотя бы половина из этих людей были бы готовы защитить свой голос. Когда на Болотной или на Сахарова стояло там, ну, на Болотной, на Болотной, кстати, никогда 100 тысяч человек не было. Мы прекрасно понимаем, там просто столько не помещается. На Сахарова, наверное, было. Но это все равно не то количество людей. Должно быть больше людей. Больше. На порядок. Я еще раз повторю. Ненасильственный протест. А я являюсь ярым сторонником именно ненасильственного протеста. Но для этого должна быть большая численность демонстрантов. Потому что иначе это действительно, ну, просто вести людей под дубинки. В России придет такой момент, когда люди выйдут на улицу. Когда они устанут видеть вокруг себя эти мрачные тупые рожи. Когда молодежь поймет, что просто ей тут ничего не светит. Уезжайте. Ну, куда? Уезжайте хорошо человеку, который понимает, зачем он едет. Большинству людей все-таки, это довольно сложно. Ведь, да, нужно какие-то деньги. Нужно что-то там купить, где-то жить, где-то учиться. Это все не так просто. Поэтому, конечно, большинство никуда не уедет. Большинство будет искать свою судьбу здесь. Настанет такой момент, когда эта власть будет смятена. Сейчас этой ситуации еще нет. Есть демократическое меньшинство, которое сейчас предельно жестко. Такого не было в советские времена. В конце, конечно. Времена Сталина, слава тебе Господи, не берем. Но мы к ним все приближаемся все ближе и ближе. Которое очень жестко подавляется властью. Просто любая оппозиция закатывается в асфальт. Начиная от оппозиционных политиков и кончая оппозиционными журналистами. Экономического протеста большинства еще нет. Такого развала, который был на рубеже 90-х, слава богу, нет. Я, честно говоря, надеюсь, что он и не повторится. Ну, просто потому что жалко людей. То есть сейчас люди пока еще адаптируются. Образно говоря, раньше был пармезан. Теперь сырный продукт с пальмовым маслом. Вот когда исчезнет сырный продукт, вот тогда миллионы выйдут на улицу. Не за свободу слова, а за колбасу. И вот когда этот демократический протест меньшинства сольет социально-экономическим протестом значительной части населения, вот тогда страну ждут большие перемены. Надеюсь, что они не будут кровавыми. Когда мы сегодня говорим о демократической оппозиции, мы вообще не очень понятно, о чем говорим. Институционально она вся разгромлена. Очевидно также, что ни на каких выборах власть эта не сменится. Единственное, что может начать раскачивать лодку эту, которую топить давно пора, массовый уличный протест. Как было везде. Как было в арабской весне, как было в странах социалистического лагеря когда-то. Только это сегодня в мире вообще может справиться с диктаторскими режимами. Россия в этом смысле ни в коем случае не исключение. Все разговоры о том, что российский народ никогда не выйдет на улицу, я считаю, пустыми, никогда никто в мире не мог предсказать, когда поднимается новая протестная волна. Но очень важно, чтобы когда эта протестная волна поднимется, во главе ее оказались люди ответственные, люди решительные, люди компетентные. Но величайшему сожалению и разочарованию не произошло в прошлом году в Беларуси. В Беларуси вышло очень много народа. Это ни с тем нельзя сравнивать вообще на всем постсоветском пространстве. Мы видели в Минске эти огромные сотни тысяч людей, но ничего из этого не произошло. Боялись конфронтации, боялись эскалации ситуации. И все наши экспертные сообщества поддерживали этот тренд. Главное, не дать им поводу начать стрелять. Силовики ведут себя отвязно и рьяно в закрытых периметрах. Вот за стенкой, за высоким забором на Окрестино можно избивать заключенных. А начать разгонять массовую демонстрацию, когда на тебя идет сотни тысяч людей, это совсем другое дело. В Минской истории было очень много таких эпизодов, когда Колесникова порвала свой паспорт и ее посадили, привезли в СИЗО. Этим же вечером там должна была собраться 100-тысячная толпла. Ничего не случилось. Чего не хватает нашему либеральному, демократическому какому-то, ну, обществу, всем, там, организациям, может быть, движениям и так далее, для того, чтобы у них так же получилось, как у тебя в 91-м году? Договороспособности, то есть умение слушать своих оппонентов, тоже будет не совсем правда с моей стороны, потому что и тогда были уж разногласия то же самое. Я думаю, что здесь дело не в оппозиции, а здесь дело в общей атмосфере. Нас переигрывают, мы сами того не подозревая, отдали в руки режима средства массовой информации. По моим ощущениям, нас перебросило в самый конец 20-х и самое начало 30-х годов, вот где-то то время, когда в атмосферу общего страха, какого-то нежелания вообще чем-либо заниматься. Кстати, в одном из ваших роликов это было, когда женщину одну спрашивают, ну, как же так, хреново живете? Она говорит, ну, жужжи хреново, а зато стабильность. Вот это вот чувство стабильности и чувство страха, оно это какая-то такая вот зверская такая смесь, которая действует вот как муха, которая вот попала в какую-то вот вязкую среду. Вы снимаете ролики, рассказываете людям, что на самом деле происходит, а мы там пытаемся провести конференцию. Люди искусства, они там работают, снимают фильмы, пишут какие-то книги интересные, люди их читают. Самое главное, что сейчас вот можно сделать, и от всех зависит, чтобы все пришли на выборы. Редактор субтитров А.Семкин